Здравствуйте! Вы присоединяетесь к нам к урокам с Раум Лайтманом. Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте! Я напомню, что мы здесь в ситуации, когда Раф Лайтман обучает учеников со всего мира, которые создают свои классы, и у них есть возможность учиться жизни, в которой мы живем сегодня, и что происходит с нами. Что мы изучаем сегодня, Раф Лайтман? Сегодня, как всегда, мы изучаем о жизни. Мы с вами говорили о том, что если мы смотрим на себя и видим себя испорченными, когда и наши свойства, и наш характер, и все доставляют нам неприятности, никто недоволен другим, и каждый также недоволен собой. И мы говорили, что это можно уподобить яблоку, растущему на дереве, на котором мы можем видеть все процессы его развития, когда он кислый, этот плод маленький, и постепенно он растет, приобретая вкусовые качества. Мы не видим никакой пользы во всем этом процессе. Он впитывает все минералы, воды, влагу и кислород. Для чего? И только в самом конце процесса мы видим, что вдруг этот плод становится красивым, красным, с хорошим запахом, приятным. Просто искрится изнутри себя, насколько он красив и хорош, и насколько он противоположен тому, что происходило во всем его процессе созревания. И мы говорили также о том, что, может быть, и мы такие, только мы не можем этого видеть, поскольку мы завершаем свою жизнь и не видим, где мы тут пришли к хорошему состоянию, когда каждый стал умным, красивым, вежливым, хорошим человеком. Нет, мы не такие. Тогда мы говорили, что, может быть, мы продвигаемся от поколения к поколению, в противоположность плоду или животному, когда каждое следующее поколение более развитое, чем предыдущее. То есть мы себя не можем отнести к одному поколению людей, но, по всей видимости, на протяжении всего развития всех поколений, это как один человек, который развивается все больше и больше, пока, по всей видимости, в конце мы не достигаем хорошего состояния. И так мы говорим, что, по всей видимости, это наша форма развития, и говорят, есть пословица, не показывай глупому работу в середине ее. Что значит глупый? По сравнению с мудром, который видит рождающийся и может оценить весь проходимый нами процесс. Но мы же не видим конца, и поэтому нам трудно оправдать проходимые нами состояния. И поэтому весь процесс, который мы проходим, он очень печален, труден, и мы буквально продвигаемся только вследствие ударов, ошибок, бед и проблем. И так мы продвигаемся, пока мы не достигли сегодняшнего состояния, когда мы достигли какого-то перепутия или тупика, или места, из которого мы не можем выйти. Как мы говорим, мы заблудились в пустыне и не знаем, куда идти. Но мы должны учиться у природы, поскольку мы являемся части природы, и природа тянется к равновесию. Равновесие с природой означает, что мы будем в тех же свойствах, что и сама природа. Если мы развиваемся, давайте посмотрим, каковы законы природы, каков общий процесс, что желает от нас природа, то есть что она осуществляет нас. И здесь мы можем сказать, что на самом деле наше развитие может быть и хорошее, когда мы достигаем осознания зла нашего, нашего эгоизма, что мы все больше и больше становимся эгоистичными, и все больше понимаем, насколько мы на самом деле не можем использовать здесь ничего, и насколько мы огорчаем и себя, и всю нашу жизнь близких. И то, что человек не может с помощью этого использовать других, стать выше, властвующим над ними, может быть, это возвращается к нему как бумеранг, мы ведь видим, какое общество мы построили. Посмотрите, как выглядит человечество, большое, богатое, и со всем, что у него есть, и к чему мы пришли, совсем не к тому состоянию, к которому мы хотели прийти. И какова причина всех тех бед, когда мы все время ошибаемся и приходим к нехорошему результату в нашей жизни. Ведь мы каждый раз гоняемся за какой-то целью, когда мы думаем, что нам станет хорошо, а затем устремляемся к другой цели, думая, что нам будет хорошо. Но всегда это заканчивается нехорошим, злом, отсутствием удовлетворения, если не драматическими развитием событий, такими как войнами, катаклизмами, какими-то бедами и так далее. И проблема в том, что если мы посмотрим на себя, относительно всех остальных видов природы, неживой растительной животной, мы видим, что природа развивается, если она на самом деле развивается, не постепенно, и на самом деле почти нет развития как такового, и если есть развитие, то это развитие или с помощью самой жизни, или инстинктов. Когда, скажем, пробуждаются приказы со стороны природы по отношению к животным, и животное выполняет их. Скажем, все виды животных, такие как корова, конь, кот и так далее, они делают движение и никогда не ошибаются, потому что у него есть свои внутренние законы, и таким образом он выполняет их. Тогда как, если мы говорим о человеке, он всегда ошибается. И эти ошибки, по всей видимости, должны вызвать в нас развитие нашего разума, поскольку здесь есть проблема, или наоборот, предпочтение по отношению к остальным видам, что мы умные, что мы развиваемся в нашей... проходим процессы нашего развития, развивая наш разум, пытаясь возобладать над природой, над всем. И, по всей видимости, мы неправильно пользуемся нашим разумом. И здесь проблема. И если мы пойдем еще больше в направлении древнего времени, мы поймем, почему говорили об использовании разума во благо или во зло, такие философы, как Аристотель и Платон, которые полагались на данные современных наук. И они говорили, что секреты науки можно передавать только людям, которые готовы воспользовать это во благо другим, что это вызовет более хорошую, более комфортную жизнь у людей. Но если вы продаете эту науку первому встречному, вы тем самым делаете зло человечеству, поскольку человек, вследствие своего эгоизма, конечно же, воспользуется данными науками во зло себе, во зло другим, что в конечном счете он разрушает все окружение, он ведет человечество к тому, чтобы развивать вооружение, еще всевозможные вещи, в которых нет никакой необходимости. И мы видим, что в результате развития всей нашей огромной науки мы видим, что есть в наших руках все благо, но мы пользуемся им только во зло. и факт, что мы находимся в общем кризисе, который включает все секторы нашей жизни, все уровни нашей жизни, науку, которая тоже находится в кризисе. Воспитание, семья, отношения между людьми, между супругами, между родителями и детьми, наше здоровье, будущее, отношения между нами, культура. Посмотрите, что мы получаем от средств массовой информации, чем мы питаемся. То есть мы делаем не то, что мы теоретически могли бы сделать, но использование всех наших возможностей неверное. Это продолжается уже в поколениях, тысячи лет, после того, как Аристотель и Платун говорили об этом, чтобы не говорить о науке каждому, а только тем людям, которые могут правильно воспользоваться. Только хорошие вещи могут создать вследствие этого. А если люди со злым началом, которые воспользуются в таких формах, как установить власть человека над человеком, развить вооружение, создавать лекарства, в которых нет никакой необходимости, продавать их только для того, чтобы разбогатеть. И такие вещи, в которых человек вроде бы нуждается, но на самом деле в них нет никакой необходимости. Но только для того, что те ученые, которые продали науку и продали свои изобретения, они делают это только для того, чтобы заработать. А настоящим ученым называется тот, кто любит науку. И ничего другого. То, что называется мудрость, приобрети и приобретешь, и не продашь ее. И поэтому мы видим, что мы заблудились в этой огромной пустыне на протяжении всех наших лет развития и пришли к тому, к чему мы пришли. И вместе с тем у нас есть какое-то осознание зла нашего развития, что по всей видимости мы осознаем, что мы можем развиваться в хороших формах, и мы можем переходить как на двух ногах в нашем развитии. Делаем немного зло и переходим к добру. Еще зло и снова к добру. Мы только должны развить в себе осознание зла, понятие, что это такое. Давайте поймем, где мы ошибались. Маленькими шагами. И сразу же исправим это. Как маленький ребенок. Мы ему даем специально что-то сломать, чтобы исправить, сделать что-то неправильное, для того, чтобы он научился на этом, как правильно делать. И так же мы. И если мы только изменим подход, если мы поймем, что наша жизнь устроена таким образом, что зло должно быть, только давайте начнем осознавать, что это зло, что это наш эгоизм, использование всех наших возможностей, главным образом в технике, в науке, в наших возможностях, которые стоят гораздо выше животного уровня, и поэтому мы называемся уровнем «человек, говорящий». И если мы используем все наши данные в правильном виде, каждый раз проверяем, правильно или нет, правильно или нет, и тогда вследствие этих выяснений мы сможем всегда от зла перейти к добру, от зла к добру. И тогда мы увидим в этом также сжатие и расширение, сжатие и расширение, как работают все части нашего тела, при дыхании, сердце, которое таким образом работает, все части в машине, в велосипеде, скажем, одна часть колеса идет вперед, другая часть возвращается назад, часть вперед, часть назад. Всегда есть в развитии две противоположных силы, которые работают между собой в гармонии, восполняют друг друга. И то, что не достает нашему миру, ни в коем случае не надо ничего разрушать. Мы развивались до сих пор, поскольку, по всей видимости, должны были так развиваться, но только с теперешнего момента и далее мы должны развить чувство критики происходящего, и как создать рациональную критику, мудрую над всем, что произошло до сих пор, и научиться с теперешнего момента и далее, как продвигаться в исправлениях. И тогда все зло преобразуется и станет поддержкой добра. И тогда мы пользуемся и домром, и злом для продвижения. И тогда нет добра и зла, но две эти силы, которые находятся в наших руках, они помогают нам, и поэтому мы вдруг начинаем понимать, что вся наша природа, которая является эгоистической, это хорошо, с помощью нее мы развили нашу возможность для выяснения и исправления себя из теперешнего момента и далее. И если мы пойдем в такой взаимной правильной форме, мы как хороший поезд будем продвигаться вперед к цели, так же, как на примере с яблоком, которое созревает, и, может быть, мы на самом деле придем к процветающему человеческому обществу, которое благоухает приятным ароматом, и когда мы доставляем благо один другому. И поэтому мы должны видеть, что уготовано нам, по сути дела, хорошее развитие, и та добавка, которую мы получаем со стороны науки по сравнению с нашим эгоизмом, который является разрушительным. Эти две силы в нас могут помочь нам развиваться. И тогда у нас есть возможность понять, где находится наш свободный выбор, о котором мы тоже уже говорили, что наш свободный выбор в точности находится между двумя этими силами, когда с одной стороны есть у нас сила зла вроде бы, а с другой стороны сила разума, хорошая сила, которая поможет нам, поскольку мы люди, мы очень ценим мудрость, ценим то, что есть у нас. И тогда между природой зла и разумом мудрости мы можем создать хороший путь, правильный, который будет хороший для нас и для всех уровней неживой растительной животной, то есть для всей природы, для нашей экологии. И тогда мы входим в гармонию, в общую между всеми этими формами с общей природой. И поэтому все те страдания, которые мы ощущаем, это, по сути дела, призыв привести в действие на свободный выбор, правильно пользуясь равновесием двух этих сил, которые находятся в наших руках. И без всякого сомнения, что когда весь мир помет это и пожелает таким образом пользоваться той огромной силой разума, развития, с тем, чтобы обуздать нас, наш эгоизм, и направлять его правильно, ни в коем случае не разрушать его. Есть всевозможные техники, верования, что нужно совершенно уничтожить эгоизм. Нет, мы должны понять, что нет в природе зла. Есть только возможность правильно пользоваться этим во благо, а если мы это не используем, тогда это становится злом. И поэтому нам необходимо только знать, каким образом пользоваться им. И поэтому весь наш курс, все, что мы с вами изучаем, это, по сути дела, предназначено в конечном счете принести нам разум и буквально программу, план, методику, каким образом правильно пользоваться добром и злом, чтобы сделать из них то, что называется хорошую жизнь. И поэтому наш курс называется «Курс для создания хорошей жизни». И поэтому нам запрещено также смотреть на то, что есть. Как сказано, не показывай глупцу половину работы. То есть нам запрещено смотреть в середине сейчас и плакать, поскольку мы тем самым подобны глупцам. Но мы должны видеть эти вещи направленными к цели. Мы должны понять, что каждый этап именно таким образом должен пройти. И мы все-таки продвигаемся к хорошей цели. И поэтому мы должны уже видеть ее, что она находится уже перед нами на горизонте. И мы приближаемся к ней и входим с каждым разом все больше и больше в более исправленную жизнь. И на самом деле у нас есть хорошее будущее. И поэтому ни о природе, ни о себе, ни о других мы не можем говорить плохо. Нам запрещено так относиться, потому что мы в плохой форме, в требовании, в претензиях, в критике, в ненависти находимся друг к другу. Но мы должны понять, что мы находимся все в процессе того же развития и во взаимопонимании, когда мы сможем помогать друг другу, как люди, которые заблудились в пустыне, и без взаимной поддержки мы не придем к хорошему месту. И поэтому мы должны только помогать друг другу. И поэтому взаимное исправление, взаимопомощь, это, по сути дела, может привести нас к хорошей цели. И поэтому мы должны понять, что в каждом из нас есть три вида желаний. Желания так называемые телесные, или можно сказать животного уровня. Имеется в виду, что они тоже относятся к тому же животного уровня в желании поддерживать себя в как можно более хорошем виде. я хочу облачаться красиво, я хочу быть чистым, здоровым, наполнять себя самым хорошим питанием, то, что требует мое тело, хочу дать отдых себе. Короче, я должен быть в хорошем состоянии, то, что называется. Это первое. Животный уровень инстинктивно следит за этим. Второе желание это человеческие желания. Желания человеческие это эгоистические. Тут ничего не поделаешь. Мы таким образом развиваемся от животной, природы. Мы во власти, в тщеславиях, страстях, в таких формах, в которых мы хотим подняться над другими. И эти желания относятся только к человеческому виду. в животном такого нет. Но вы можете спросить, мы же видим, как животные убивают друг друга, они тем самым не хотят сделать плохо ближнему, и не хотят властвовать над ближним. они не эксплуатируют его, а затем убивают. То, что находится в них в инстинктивном виде, так они и делают. если лев схватил какой-то лань и хочет растерзать ее, он не делает зла, он выполняет рекорды своей природы. И мы видим это. Нет у них отношений, что они ненавидят друг друга. Мы просто видим картину, что таким образом устроена природа. И мы тоже так устроены по отношению к курицам, к коровам, животному виду, рыбам. Мы тоже это делаем. Что? Я ненавижу корову, и поэтому я ее съедаю. Нет, мы таким образом устроены и должны так поступать. И мы должны это делать с как можно меньшим ущербом тем видам животных, которым мы используем в пищу. Только человек по отношению к человеку пользуется своим эгоизмом. Все время я смотрю на траву ближнего соседа, на машину соседа, на его детей, на зарплату и всю свою жизнь. И я буквально этим измеряю наполнение своей жизни настолько, что есть такие очень интересные статистические данные, если человеку говорят, что если ты заработаешь тысячу долларов в месяц, а твой сосед заработает меньше, или же ты заработаешь две тысячи долларов в месяц, а сосед больше. люди согласны на тысячу долларов вместо двух, поскольку все, что мы проверяем, мы проверяем только одного относительно другого. Когда именно этим мы измеряем в хорошем ли состоянии мы находимся, то есть наша проверка относительно жизни, это не проверка в моей теле, а в моей личности, насколько она хороша по отношению к другим. И поэтому эти желания, мы говорим, это желания человека, поскольку животному не важно отношение к другому, но оно должно наполнить то, что есть в нем со стороны природы. и так телесные желания, это как в животном уровне человеческие желания, которые всецело зло, поскольку по отношению к другому я смотрю, как я буду в лучшем, более почтенном, более высоком состоянии, чем другой. И еще желания, которые есть и только в нас, и только над телесными желаниями, над человеческими желаниями, это желание к знаниям, к науке. И тогда я хочу знать, ради чего я живу, почему я живу, что происходит в жизни, как ведет себя природа, что происходит вокруг меня, как связано одно с другим. И я люблю разум в природе, мудрость ее, когда мы все время находимся в исследовании, мы находимся в какой-то оболочке, называемой природа. И я получаю оттуда, находясь в этой сфере, я беру от нее немного, и то, что я беру от нее, я затем проверяю, то, что я взял от нее, это называется моей наукой, законами, которые я раскрываю. завтра раскрою новые законы. Что, они сегодня существуют? Конечно же, существуют, но я недостаточно умен, чтобы увидеть их и раскрыть их. И каждый раз, когда мы продвигаемся в науке, мы раскрываем еще законы, которые существуют в природе. и таким образом мы устроены из трех этих видов желаний. Желания животного уровня, желания человеческого уровня и желания знания. И каждый человек, любой человек в мире, по сути дела, находится в сочетании трех этих видов желаний. Только один тянется больше к науке, второй к тому, чтобы стать сильнее других, стать богатым или сильным, а третьему достаточно его жизни, оставь меня, футбол, пиво, ничего не хочу. Каждый как устроен. Нет в этом хороших или плохих людей, но каждый по своей природе. Третий видов желаний есть в каждом, но каждый находится в преобладании одного из этих трех желаний. И поэтому мы таким образом продвигаемся в жизни. И каждый в соответствии с этим занимает свое место в окружении. Конечно же, люди, которые беспокоятся только о теле обычно, в общем, являются большинством общества, и мы видим это. Люди, которые пытаются прийти к правлению, к силе, к власти, они меньше. И тогда они продвигаются к тому, чтобы подняться над человеческим обществом. Но для того, чтобы использовать человеческое общество, насладиться от него, то есть если я нахожусь в желании главным образом своих телесных, я пользуюсь тем, что есть вокруг меня на равном уровне. Если мои желания относятся к человеческому уровню, я хочу подняться над всем человечеством, чтобы властвовать над ними, быть больше их сильным, умным, красивым, удачливым, то, что называется с мешком с золота рядом с собой и так далее, и так далее. И если я тянусь к науке, я хочу быть выше желаний животного уровня и также желаний человеческого уровня, чтобы понять, связаться с природой, понять, почему это так, почему так устроено я тянусь к философии, к мудрости, меня не интересует, что происходит, меня не интересует, что мне есть, и по отношению к людям, быть больше или меньше, и что у меня есть по сравнению с ними, я могу находиться в своем углу с минимальной пищей и почти не находиться в связи с людьми, но для меня главное связаться с тем, что находится выше, с законами всей Вселенной. Таким образом, люди отличаются в человеческом обществе, и каждый в соответствии с этим находит свое занятие, строит свою семью, строит окружение, общество и так далее. И понятно, что если мы говорим об использовании, правильном использовании науки, нам нужны умные люди, которые познали природу, которые знают, что у природы есть процессы, план, сама эволюция, говорит, что есть законы нашего развития, это не случайно, законов мы еще не знаем, правильно, но мы знаем, что есть здесь какой-то процесс, нам еще не очень понятный, еще нам непонятно, куда он нас ведет, но мы в соответствии с аппроксимацией приближений можем угадывать, что этот процесс ведет меня к равновесию, как природа на всех своих уровнях, так же и на человеческом уровне мы должны в конечном счете достичь равновесия, равновесие с природой, может быть холод, тепло, давление, здесь могут быть газы, ураганы, чтобы все это пришло в гармонии, то есть все идет к тому, чтобы привести себя к равновесию, включая человека, но только человека, которого я сейчас вижу и о котором мы говорили раньше, человек сам должен себя привести к равновесию, когда есть плохие силы и хорошие силы, и для того, чтобы не прийти к взрыву или к какому-то прорыву одной или другой, нам дана наука, когда с помощью знания мы можем прийти к равновесию этих сил в нас, чтобы мы пользовались одной силой зла, с одной стороны силой разума, чтобы их правильно сбалансировать и развиваться в гармонии, когда я нахожусь на уровне животной, я должен привести себя к равновесию, это значит, что я должен прийти к сбалансированному потреблению и беспокоиться о том, чтобы весь мир пришел к этому равновесию на уровне человек, когда я буду равным по отношению ко всем, как будто все находятся в семье, все мы братья, к этому я должен стремиться в человеческом обществе, а по отношению к науке, к уровню знания, мне необходимо стремиться к тому, чтобы познать весь общий закон реальности и вследствие того, что я буду выполнять его так же и на материальном уровне, телесном, так же и на человеческом уровне и так же в знании этого общего закона я приду к состоянию совершенному, как и яблоко, которое пришло к своему созреванию. На самом деле есть здесь небольшое дополнение, о котором я бы все-таки сказал, что такое явление уже когда это было в человечестве. Говорится о народе Израиля, который находился в таком виде, они были все связаны друг с другом как братья, весь Израиль товарищи, то, что называется, в своем предыдущем развитии, в то время, когда они еще находились до изгнания, когда существовал храм, когда все мы были друзьями, братьями, связанными друг с другом в хорошем виде, и тогда, как сказано, что храм был разрушен из-за беспричинной ненависти, что во всем развитии эгоистического желания, эгоизм возрос в этом народе, и тогда он упал с уровня братской любви до беспричинной ненависти, и тогда в состоянии беспричинной ненависти он стал еще хуже, чем все остальные народы, у которых не происходило этого падения, поскольку они не находились в братской связи между собой, не находились в братской любви, и поэтому этот народ стал скитающимся народом вроде бы, и очень особым народом, который до сих пор не находит себе спокойствия и места, и из этого мы можем понять, что по всей видимости та ненависть, которая есть у человечества по отношению к нему, что это тоже по всей видимости закон природы, мы же видим, что везде, где бы мы не встречали людей, у них есть ненависть к человеку из Израиля, к самому Израилю, и это приходит именно от того, что эти люди по всей видимости должны прежде всего вернуться раньше всего мира, вернуться к исправленному виду, обратно вернуться к братской любви, подняться с уровня беспричинной ненависти, которая есть у них еще с того времени на протяжении всех тысяч лет изгнания, снова вернуться к единству и, может быть, показать пример всем, чтобы реализовать то, что было у них раньше, что они, по всей видимости, в этом являются особым народом, когда все они говорят, что они отличаются от других, и тогда, благодаря тому, что они покажут хороший пример миру, в особенности вследствие того, что мир нуждается в этом, чтобы выйти из кризиса и не знает как, то, по всей видимости, здесь мы находимся, сыновья Исраэля, в очень особом состоянии, когда именно мы раскрываем эту методику исправления всего человечества, поскольку мы должны показать всем любовь братьев, закон возлюбий ближнего, как себя, и тогда показать всему человечеству, что это состояние, которое привело нас к выходу из пустыни, в которой мы заблудились, и потом к хорошей жизни, и поэтому у нас есть очень хорошая, прекрасная работа, и очень важная, и нет большей, и более важной задачи, которая стоит перед нами, и я надеюсь, что мы с помощью этого курса сможем реализовать ее во благо всем. Вы говорили о равновесии между двумя силами, и я не очень-то понял, что это за силы между нами, что это за две силы, сила разума и сила зла, которая находится в нас. Мы находимся на уровне желаний, если у нас неживой уровень желаний, уровень растительный, уровень животных желаний, эти желания находятся в нас, и мы действуем в них. А что такое за желание неживого растительного, животного уровня? Как люди, есть в моем теле такие желания неживого уровня, это материалы моего тела, из которого оно состоит, желание растительное, поскольку это растет во мне. Волосы, ногти, кости относятся к растительному уровню, а есть животный уровень, это все остальные телесные части, а есть разум, который находится над животным уровнем, и есть также во мне сила зла, эгоизм. Из этих частей состоит человек. А в моих силах, которые находятся на уровне неживого растительного животного, мне нечего исправлять. Вся моя проблема в том, что я порчу вследствие этого жизнь свою по отношению к другим, что есть у меня природа зла, эго. И я думаю, с этим соглашаются все. Ну, просто везде говорят об этом. Человек может сказать, что я плох, нет, человечество, наша природа. Короче, мы видим, что у человека есть огромные возможности. Он может сделать свою жизнь очень хорошей. Почему же он не делает этого? Что мешает ему? Но мешает ему его эгоистической эгоистические свойства, когда он может пользоваться всеми своими свойствами, всеми своими силами для того, чтобы поднять себя над ближним. И тогда каждый находится в таком соперничестве и хочет использовать себя, чтобы разрушить ближнего. Одно из двух или две эти вещи вместе. И мы видим, что это злое начало не дает нам возможности прийти к хорошей жизни. и здесь много вещей, которым мы должны научиться. Как я вообще могу представить себе, что я буду жить с хорошим началом? С хорошим началом означает, что все мы должны быть тем. То же самое. Такое возможно, чтобы я был как все. А чего же я буду наслаждаться? Все, все, все. То же самое. Нет никого больше, меньше, и вообще ничего нет. Как будто у меня еще вкус жизни. Так мы все время находимся в каких-то движениях, когда достигаем что-то, что-то хотим постичь, получить, где я вижу себя больше, чем в другие. В этом я ощущаю вкус жизни. Это подталкивает меня ко всевозможным постижениям, ко всему. Ты видишь, в спорте, в соревнованиях, на работе, кто больше, кто меньше. Я должен измерять себя по отношению к другим. В этом я измеряю сущность жизни, сколько у меня есть в этой жизни. Если у всех то же самое, я не буду чувствовать, что я живу. А вот здесь возникает большой вопрос, чем я наполню себя, что природа хочет сделать из нас каких-то кукол, что называется, что мы все братья. Братья это означает, что у всех есть то же самое, все равны. Я не чувствую, ради чего жить, что есть еще какая-то цель. Я не вижу этого в своем состоянии. Всегда хочу реализовать себя больше в науке, а ты в письме, еще кто-то в кинематографии, кто-то в культуре, воспитании, но он хочет в конечном счете выделить себя, чтобы отличаться от других, и необходимость этого именно и подталкивает нас к развитию. Теперь скажем, что вследствие ощущения зла, которое существует в кризисе, когда я знаю, как я могу привести всех к равновесию. Я прихожу к равновесию, и все равны. Как я наполняю ту большую часть, которая есть в человеке, когда он должен чувствовать себя выше других? В чем? мы сейчас находимся в мире в состоянии, когда мне достаточно два часа в день работать, я наполняю себя, и мне не ощущаю, что мне недостает чего-то, и другие тоже. если мы все будем работать два часа в день, и только захотим быть не больше других, но все равны, все равны, это значит, что я нуждаюсь в нормальных вещах, то тогда мне этого достаточно, чем же я буду наполнять себя, поскольку кроме этих двух часов в день, то есть сейчас я работаю еще шесть часов дополнительно, каждый день, по крайней мере, для того, чтобы достичь чего-то, чтобы быть больше других, и тогда у меня будут шесть свободных часов, можно же сойти с ума, от этой свободы, что же мне делать, устроено ли так же все в природе, и тут мы приходим к тому, что было примером у народа Израиля, или оставь народ Израиля, тут мы приходим к другой стороне природы, в том, что мы находимся во взаимном участии нашим против эгоизма, мы пользуемся эгоизмом только в противоположном виде, то есть не для того, чтобы подняться каждый над другими, но каждый как может подняться над своим эгоизмом и прийти в равновесие с другими, то есть эгоизм все время растет, а я им пользуюсь для того, чтобы быть равным по отношению к другим, я тем самым получаю удовлетворение в том, что я связываюсь с большей силой с другими, поскольку мой эгоизм больше, и тогда я могу больше повлиять на них, принести им больше объединения, больше равновесия, и тогда я прихожу с ними в большую связь, чем больше я связан с ними, с помощью моего исправленного эгоизма, я больше наслаждаюсь от этого, я могу наслаждаться, у меня есть общая кли, инструмент, с помощью которого я могу насладиться, и тогда вследствие этого получаю наслаждение, которое называется взаимная любовь, таким образом я достигаю наполнения гораздо большего, чем есть у меня сегодня, если я каким-то образом могу подняться над кем-то. То есть только правильное использование всех свойств позволяет мне прийти ко всему благу. Итак, что это за две силы, которые я должен уравновесить себе, разум и злое начало. Понять разумом с помощью науки, что у меня нет выбора, или же я больше буду пользоваться знанием со своим злым началом, и тогда я создаю бомбы, или же я пользуюсь своим разумом над злым началом, и я направляю его, чтобы пользоваться вместо злом во благо ближнему, и тогда я прихожу ко всему благу, к уверенной жизни, к взаимному поручительству. Почему это называется уравновесие? Это означает, что разум будет властвовать над злым началом. Да, он будет властвовать, но тогда нет равновесия? Нет, равновесия не с злым началом, а с использованием злого начала, чтобы быть в равновесии с человеческим обществом, с природой. И если я пользуюсь злым началом, я только превращаю его в добро, но все это начало всем этим желанием, начало этого желания, я пользуюсь только всем этим злом, я хочу как раз воспользоваться во благо. И рост, правильное развитие всех форм природы в том, что мы должны всегда, мы всегда видим, что мы приводим в равновесие две силы, силу добра и силу зла, и сочетание между ними приводит к процветанию, и с помощью чего я могу сбалансировать эту силу зла, которая портит мне жизнь. Мне нужно что-то против него, равное ему. И что это? Это мой разум. Поэтому над телесными желаниями и над человеческими желаниями есть еще наука, с помощью которой я могу достичь того, что человеческая часть во мне будет уравновешена. А если я во мне нет никакого тяги к знаниям, это есть в каждом, есть в каждом возможность благодаря разуму справиться с эгоизмом. То есть неважно, отношусь я к науке или нет. То есть это признак разума. То есть разум должен быть как водитель человека, который управляет эгоизмом человека. Именно так, когда я с помощью разума могу владеть эгоизмом, я приведу к правильному развитию. Что значит правильному? Когда все мы связаны, все мы братья, и благодаря этому мы продвигаемся. И разум может направить меня к этому. И благодаря этому я человек, когда я иду с разумом впереди, а не со своим эгоизмом, который ведет меня куда не надо. именно с помощью разума эгоизм приходит к таким видам, как атомная бомба. И поэтому Аристотель и Платон говорили, что не надо давать знания тем людям, которые неисправлены, поскольку они воспользуются разумом, наукой в неправильном виде. но можно давать знания только тем, которые хотят властвовать на злым началом. А мы пришли к тому, что мы не взяли в учет их предупреждения и пришли к очень плохому состоянию. И пришли к эгоистическому развитию и поддерживали его нашей наукой. А сейчас мы должны дать себе самоотчет и начать развиваться наоборот. Когда рациональность, осознание зла, когда мудрый видит рождающийся, куда мы должны прийти, что является хорошим состоянием, именно это мы должны представлять для себя как цель и продвигаться к этому. И тогда мы раскроем, вдруг раскроем, что это злое начало является помощью против него. Оно вроде бы работает против цели, но дает нам горючее, оно дает нам энергию и побуждает нас к развитию, но только в хорошем направлении. Сделать из злого начала хорошее начало мы можем с помощью науки, с помощью знаний, с помощью нашего выяснения, что такое зло, что такое добро. Поэтому я сказал, что пользоваться этим правильно или нет, в этом весь наш свободный выбор. можно задать вопрос? Конечно. Что значит, вы сказали сейчас, правильно или неправильно пользоваться этим, в этом весь наш выбор. Этим это значит эгоизмом. Да, правильно пользоваться нашим эгоизмом, чтобы преобразовать его в хорошие вещи. А как можно пользоваться эгоизмом правильно? Нет у нас никакой проблемы в этом, в любой вещи. Нет в природе плохого или хорошего, но зависит от того, как ты этим пользуешься. Вы можете привести пример, вы сказали, что эгоизм, когда я хочу во зло. Когда-то мы были братьями, скажем, сто тысяч лет назад мы все жили в лесу, в джунглях, все было общее, никто не был лучше или хуже другого, затем начал развиваться в нас эгоизм, а затем вместе с эгоизмом и разумом. И мы начали пользоваться разумом. чтобы обслуживать эгоизм. Я был в чем-то удачливый других, я отделялся от племени, делал что-то сам, строил себе лучший дом, несколько жен, несколько овец, всего было у меня больше. То есть мои эгоистические склонности быть выше других, которые начали подниматься во мне. Я пользуюсь всем своим разумом, возможностями, своим своей возможности удачно использовать разум, начал подниматься над другими. Настолько, что когда не было у них есть, я говорил им, идите ко мне, я вам дам есть, вы будете моими рабами. Соглашались? Конечно, иначе можно умереть с голоду. Так я стал хозяином над ними, затем еще, еще, еще. Я затем набирал из них маленькую армию, там пошел на соседа, завладевал всем, что у него есть, и тогда становился царем. пользовался разумом, мудростью, своим отличием, тем, что я мог обвести других вокруг с пальца для того, чтобы подняться над ними. И так до сегодняшнего дня все, каждый насколько способен. Каждый. И даже тех, которыми я завладел, которые были моими, вдруг этот хорошо работает как жестянщик, этот как стойлер и так далее. И все продвигаются. А я становлюсь выше них. И таким образом развивал человеческое общество. То есть каждый пользуется своим разумом для того, чтобы реализовать то, что он желает, чтобы властвовать над другим, быть лучше других и так далее. Разум работал как слуга эгоизма. Эгоизм хозяин, а разум помогает ему, поддерживает его. И так это продолжалось до времен Платона и Аристотеля. От них и далее начал разум и наука развиваться гораздо быстрее математика, геометрия. Тогда это было время, особое время процветания. И тогда они сказали, запрещено давать науку, передавать науку непорядочному ученику, потому что он воспользуется знаниями этой науки в неправильной форме. Он будет развивать оружие, будет развивать такие системы власти над другими, когда будет ни ему, ни другим. Никто не слушал, никто не хотел слушать то, что они говорили. И тогда продолжали то, что начали раньше и тоже не сразу. был период, когда науку не очень-то рекламировали и продавали. Но на протяжении поколений стало именно так, что и ученые сами хотели быть богатыми, сильными, получать какие-то знаки отличия, награды. Я скажу тебе еще в чем проблема. Ученые для того, чтобы видеть звезды, ему необходим телескоп. Это стоит огромных денег. Откуда он возьмет их? Тогда ему нужен богатый. То есть ему нужен богатый. И он уже продает свою науку. Ему нечего продавать больше. Он продает свою науку за деньги, для того, чтобы выстроить для себя, скажем, телескоп или какой-то другой прибор. И тогда таким образом испортилась наука. И как он сейчас пользуется телескопом, другой пользуется его знаниями. Что его за знания в телескопе? Сейчас он видит издали врагов, которые наступают на него. Ага, я могу их издали видеть, я могу тогда победить их, использовать их, выйти против них, поскольку у меня сильное большое оружие. Сейчас я могу их видеть, они меня не видят. Просто к примеру скажем, то, что происходит. То есть наука стала рабыней злого начала человека. Она обслуживает его. И так во всем. А затем правители вообще, они взяли ученых, поместили в какое-то место и сказали все, или вы даете мне научные знания, или мы покончим с вами, у вас вообще нет права на жизнь и так далее. Или сами открывали университеты и обучали людей. Короче, наука стала служить эгоизму человека во всем, в чем только возможно. и мы видим, что до сегодняшнего дня, где вся наука, где вся мудрость, где все деньги, которые даются на развитие науки, только для развития вооружения. Но мы говорим здесь, что должно быть наоборот. Начиная с этих больших ученых, сделать наоборот, чтобы сейчас наука из злого, от использования зла, перешла к использованию добра. Когда мы с помощью всех наших отличий, прежде всего, мы пришли к состоянию, когда нет необходимости работать такое количество часов. Достаточно, мы можем ограничить себя. И мы видим, что сам кризис производит нам эту услугу. но что мы должны сделать сейчас? Проверить, исследовать, контролировать себя, нашу природу, форму жизни, использование нашего всего эгоизма во зло. Давайте пытаться преобразовать его в добро. Мудрым называется тот, кто видит результат, прежде чем он приходит и натыкается на него, сталкивается с этим и получает удар. И он видит результат. Для чего мне развиваться туда? Если я сейчас болею, надо мне остановить эту болезнь, иначе я умру. Как мы можем сейчас представить себе процесс, что если таким образом это будет продолжаться, мы идем к уничтожению, и как мы можем исправить себя, какое лекарство мы должны принять, чтобы прийти к совершенной жизни. В этом все проблемы. И та же наука наше развитие должно дать нам сейчас понимание, ощущение, примеры, что с нами происходит, в каком направлении мы развиваемся. И подать это в таком чувственном виде и помочь организовать нам как мнение окружения настолько сильное, когда я не захочу пользоваться злом для ближнего, но я начну понимать, что благо ближнего это мое благо, когда начну чувствовать, что все хотят съесть меня. Каким образом я могу сделать из них хороших людей, чтобы они не съели меня, не убили меня, чем я могу купить их, что я могу сделать для них, чтобы они относились ко мне хорошо, без того, чтобы приходить идти к дальнейшей деградации, мы видим, что это происходит, мы уже сейчас не желаем семьи, не желаем детей, не желаем ничего, мы уже сейчас раскрываем один по отношению к другому полное безразличие, ненависть, отторжение, если это будет и дальше развиваться, я буду чувствовать себя находящимся во враждебном мире. зачем мне идти к этому? Давайте сейчас уже начнем это исправлять. Что значит, что все хотят съесть меня? Я человек, простой гражданин, рядовой, у меня есть несколько ненавистников, как и у любого человека, но вот здесь нарисовали картину, я специально нарисовал это как будущее, к которому мы придем, если бы будем так же продолжать развиваться. Когда-то у нас были семьи, дети в семье, мы жили с братьями и сестрами, мы жили с близкими, с моими родителями и с ее родителями, все было в полном порядке, мы сейчас не желаем никого. человек с трудом может вытерпеть себя, берет наркотики, чтобы и себя не чувствовать так же и так далее, и так далее. Это понятное направление, в котором мы сейчас движемся. я не могу выйти на улицу и быть уверенным, что со мной ничего не произойдет, насилие, хулиганство. Мой ребенок боится идти в школу, поскольку там только бьют и продают наркотики, развита проституция, и вообще не хочу, чтобы он шел туда. У меня нет выбора. Можно задать вопрос? Да. Вы говорили раньше о том, что человек смотрит на траву соседа, на его машину, на зарплату и хочет, чтобы у него было столько же или даже больше. Вы говорили, что это отрицательное стремление человека, но без того, чтобы смотреть на кого-то и желать быть таким, человек не мог бы развиваться вообще. Я не говорю, что это отрицательное. Я говорю, что если я хочу подавить соседа, есть здесь две вещи. Если я смотрю на него, я учусь у него хорошим вещам, чтобы у меня они тоже были, и я не завидую ему. но учусь у него и желаю того же, это хорошо, это хорошая зависть. Но если я смотрю на него, и для чего мне работать тяжело, чтобы мне, у меня, может быть, тоже было, может быть, лучше, чтобы у него не было, я разрушу ему это, и тогда мне нечему будет завидовать, и я буду хорошо, комфортно себя чувствовать, и не буду поедать себя. В этом все дело, как пользоваться желанием, началом, скажем, само желание это зависть, есть хорошая зависть и плохая зависть, когда хорошее меня продвигает, поскольку я могу расти, а плохая зависть говорит мне, разруши его, уничтожи его. это то же самое, или я хочу, чтобы все стали богатыми, или я хочу, чтобы никто не был богатым, и были все бедными, как и я, в зависимости от того, как повернуть каждую из вещей. И проверка проста, я хочу во благо ближнему или во зло ему. И если это не во благо и не во зло ближнему, а во благо мне, только во благо тебе, это продвижение, нормально, скажем, я хочу лучшую вещь, чем у соседа, лучшую машину, я не хочу его разбить, эту машину, покупаю работу и покупаю машину еще лучше, чем у тебя. В этом примере вы были для меня словно трамплином, который позволил мне продвинуться и купить лучшую машину. В этой короткой сцене есть что-то, что требует исправления? Конечно. А в чем оно? Если ты вследствие того, что ты посмотрел на меня и пожелал то же самое, находишься ты в общем равновесии со всем человечеством и с природой или нет, поскольку природа требует от нас в конечном счете развития, чтобы мы не учились друг у друга и не находились в постоянном соперничестве непрекращаемом. И поэтому мы пришли к кризису. Природа требует от нас, чтобы мы обеспечили себя нормальными, сбалансированными условиями материальной жизни, а выше этого развивались как люди во взаимной связи между нами, когда каждый будет наполнять себя тем, что он связан с другими, любовью, чтобы он наполнял себя не всевозможными, все более новыми и дорогими игрушками. Мы видим это в нашем развитии в последнее время. И прежде чем мы пришли к нашему теперешнему развитию, когда мы чувствуем, что уже некуда развиваться, мне уже надоели все, я уже не могу соперничать со всеми, я не могу добиться здесь успеха, я не получу наполнения в этом, и вся эта общая система экономики и технологии уже не могут устоять в этом. И земной шар не дает мне уже достаточно ресурсов для того, чтобы мне находиться в этом постоянном, в постоянной конкуренции не прекращающейся. Мы видим, что у природы есть план, когда мы не просто так должны все время больше и больше развиваться, и когда нам будет оказаться счастьем. Общее состояние в процессе, который мы проходим, обязывает нас видеть сейчас, что некуда больше развиваться. Если ты говоришь в личном виде, то да, что плохого, я видел у него хорошую машину, я тоже хочу такую машину. Это как бы неплохо и нехорошо. Ты можешь сказать хорошо, другой скажет я все время жил спокойно, а сейчас я вижу, что он купил машину, я уже чувствую себя обиженным, я уже чувствую себя на ступень ниже, я тоже должен работать, может быть я его убью и все, может быть мне не будет давать плохого примера, когда я должен сейчас работать и он сделал горькой жизнь мою теперь, но я говорю не о человеке, который делает такие выяснения, скажем ты, говоришь меня не интересует, хотя на самом деле это не так, но просто природа дает нам почувствовать, что все, уже нельзя так. природа не позволяет нам продолжать ту же конкуренцию, я понимаю, что вы в общем-то против конкуренции, я за конкуренцию, которая приведет нас к счастью, быть счастливыми, вы сказали раньше соперничество авторов умножает мудрость, что такое хорошая мудрость, что такое плохая, но конкуренция в том, что я хочу быть таким же дающим, как и ты, это созидающее соперничество, это соперничество, которое ведет к равновесию с природой, к цели, еще раз, что такое хорошая конкуренция, есть хорошая зависть и плохая зависть, есть соперничество хорошее, есть плохое, меня больше интересует хорошее на самом-то деле. Когда я смотрю на другого, я учусь у него. Мы учимся благодаря зависти. Он большой, а маленький. Он удачлив, я нет. В чём я завидую ему? В каких вещах? Если эти вещи дают мне и миру равновесие, спокойствие продвигают меня и мир к достижению цели общей, к прекрасному плоду на дереве в хорошем его виде. Это называется хорошей формой и хорошей конкуренцией. И это нам необходимо поддерживать, чем можно больше. Медали, награды, рассказывать об этом человеке всем, чтобы увидели, как хороший пример. Если мы с помощью этого не продвигаемся к хорошим вещам, но ещё больше входим в проблемы, в беды, отдаляясь от цели, то это плохая зависть и плохая конкуренция. Всё измеряется по отношению к достижению конечной цели. Поскольку нет у нас выбора, мы должны достичь этой формы равновесия. Мы видим у природы, что тот процесс, который проходит, не живой растительный, животный уровень, а что же с нами? Вопрос. Если я правильно понимаю, соперничество — это то, что находится в человеке, он является членом общества, и это и находится в нём. Это начало. Начало, то есть, это не плохо, не хорошо, а просто существует, в зависимости от того, как ты пользуешься. Я хотел бы узнать, что значит хорошо пользоваться этим? Что значит хорошее соперничество? Сказано, «Зависть, страсти и тщеславие выводят человека из мира». Есть такая поговорка. Что значит «Зависть, страсти и тщеславие выводят его из мира?» И в том состоянии, в котором я нахожусь сейчас, желая продвинуться, чтобы быть ещё более полезным для себя, окружения, для мира, я должен пользоваться именно этими завистью, страстью и тщеславием, только пользоваться в таком виде, чтобы мой разум участвовал в этом и направлял меня к правильному использованию. И ещё раз мы пришли к использованию разума против плохого начала. И чтобы разум обязывал меня пользоваться только в хорошем направлении. В любом состоянии есть у меня возможность пользоваться для хорошего или для плохого. Разум направляет меня к тому, чтобы пользоваться к хорошему. И поэтому человеку дан разум. Поэтому Платон и Аристотель сказали, что если у человека есть разума, он хорошо хочет пользоваться этим, дайте ему знания, а иначе не передавайте их. И я пока ещё не могу уловить понятие «хорошее соперничество». Вы говорили в начале, в первой части нашей беседы, что мы можем измерить себя по отношению к другим. И если все будут равны, человек не будет себя чувствовать живым, существующим. И тогда вы сказали, что его соперничество будет не против других, а против своего эгоизма. Что вместо того, чтобы подняться над тобой, я должен подняться над эгоизмом. Я не могу подвести итога для себя из всего нашего сегодняшнего урока. Я тебе приведу несколько примеров. Если мы идём с тобой вместе в клуб здоровья. Не в спортивный клуб, а в клуб здоровья. И мы друг друга поддерживаем в этом. Мы производим всевозможные мероприятия. Я вижу, насколько ты становишься здоровее, сильнее. Только ради здоровья. И я завидую тебя. Это помогает. Завидую тебя. Это называется хорошей завистью. Я что, хочу, чтобы ты был меньше или нет? Может быть, я смогу наслаждаться, если ты будешь немного меньше. А с другой стороны, может быть, я буду наслаждаться от того, что буду видеть себя более здоровым. Но в общем, нельзя сказать, что это плохой процесс. Есть своего рода соперничество, когда я проверяю себя по отношению к тебе. Это уже соперничество. Но это всё во имя развития. То есть, хотя это и эгоистично, хотя здесь присутствует зависть, страсти, тщеславие, они меня влекут. Я хочу быть, как ты или даже выше тебя, но это во благо мне. Есть возможность, когда мы находимся в соперничестве, когда я смотрю на тебя, мне плохо, поскольку я не способен достичь того, чего ты достиг. Для чего мне видеть? Такой хороший пример. Для меня он не плохой, не хороший, а плохой. Ты купил кадиллак, на который я просто не способен. Я тебе просто взорву его ночью и буду наслаждаться. Кроме того, что нет у тебя, то, что и было у тебя, то, что стоит там 200 тысяч долларов, сейчас всё, нет. Ааа, как хорошо. Может быть. Это может быть по отношению к детям, соседям. Неважно, по отношению к кому. Может быть так, что мы находимся с тобой в хорошем соперничестве. Что значит хорошее соперничество или конкуренция? Когда оно добавляет только нам обоим, и мы связаны вместе, и мы один без другого не можем достичь успеха. Как соучастники, как партнёры. Ты, скажем, сейчас... Мы сейчас с тобой делаем какой-то бизнес, я даю деньги, а ты свои знания. Или наоборот. Неважно, мы партнёры. Я нуждаюсь в тебя? Нуждаюсь. Я тебя люблю. Но, конечно же, без тебя я бы ничего не заработал. И так, слава Богу, мы пока что идём вместе. Есть ли место для ненависти или нет? Конечно же, есть. Почему? Почему у меня не должно быть как деньги, и так же и знания? Почему у него есть знания, а нет денег? и тогда я тебя каким-то образом как-то умно покончу с тобой, и тогда у меня будет всё. То есть, если даже мы связаны друг с другом, всегда у меня может быть расчёт, насколько было бы мне лучше без тебя. что тут происходит? Есть только один вид конкуренции, в котором мы зависим друг от друга и не можем быть один против другого, поскольку мы становимся одним целым. Это конкуренция, насколько мы любим друг друга. когда нет ничего посередине в виде какого-то предмета, который мы обретаем, или какого-то продукта, который мы создаём. Но когда мы сами, сами мы находимся в том желательном результате, где мы оба как одно целое. И это одно целое, это один. Не делится на два, когда я вместо тебя, ты вместо меня, один больше, другой меньше. Нет. Один. И этот один приходит только вследствие взаимовключения друг в друга. Что такое взаимовключение? Это объединение во всех свойствах, во всех вещах, где мы восполняем друг друга, когда никто из нас не может быть один и не может это обрести в другом виде от другого, а только с помощью взаимной любви, или, по крайней мере, взаимного поручительства, как подготовки к взаимной любви. И тогда мы приходим к единственному решению, очень особенному. Когда невозможно, чтобы ты не соединил вместо этого, всегда у тебя будет эгоистическое использование. И только это. может быть, что мы находимся в конкуренции, в зависти, страсти, тщеславиях, в ненависти, любви, вместе. Неважно, что в любом случае один восполняет другого. Конечно же, надо еще поговорить об этом, но в конечном счете это единственное решение. Так чем же мы занимаемся? Мы занимаемся тем, что мы объединяемся с тобой вместе для того, чтобы раскрыть любовь, которая является результатом объединения. И в этом мы должны исправить каждый себя, объединение между нами, пока мы не раскрываем там любовь. И в этом нам предстоит большая работа, работа через разум. Когда мы берем нашу материальную жизнь и всех выстраиваем под одну линейку, каждый получает то, что необходимо его телу. Над этим мы выстраиваем все зло в нас на человеческом уровне, и над этим мы развиваем всю нашу науку, весь наш разум на более высоком уровне в человеке, называемом уровнем знания, чтобы реализовать нашу материальную жизнь и злое начало в нас, которое развивается все время, с помощью знания, чтобы преобразовать его в доброе начало и в любовь. это является предназначением человека. И нам предстоит здесь огромная работа, и мы ее не закончим, чтобы нам не казалось это простым, что наша жизнь дана нам, чтобы мы занимались несколько часов или даже меньше телесным наполнением, а все остальные числы только исправлением злого начала, чтобы прийти к доброму началу. И в этом мы раскрываем совершенство, существующее в природе. И все на сегодня. Большое спасибо, что вы были с нами. Встретимся с вами на следующих встречах. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин